Рассказать? Нечем поделиться? Наши молодые с нами. Хеллоу. Вернулись. Улыбаются оба. Значит, все хорошо. И еще нет вдохновения. Кто-то хотел бы поделиться радостью, которая поселила какими-то откровениями, поучаствовать в нашей программе. Пожалуйста, хорошо. Тогда будет у нас сегодня разбор. Вот так его называем, да? И предполагаете, что вы будете участвовать, и я и вы будете участвовать. Или вы предполагаете, что я буду говорить, и вы будете слушать. Что мы делаем? Разбор делаем? А вы участвовать будете? Хорошо. Поскольку мы уже начали говорить, история это притча, как мы говорим о блудном сыне. Мы ее знаем, но мне эта притча самая, что не есть такая жемчужина в Новом Завете. Так много она говорит о нас, так много она говорит о Боге. Я не знаю, сколько разных проповедей я слышал на эту тему, сколько я сам говорил на эту тему. Это прекрасная история. История История Господа о характере Его Отца. В этой истории Христос рассказывает нам о Боге. Поскольку у нас разбор, хочу предложить несколько вопросов для нас. Чтобы мы определились в старой истории, чтобы мы как-то по-новому на нее посмотрели. О, я вижу, брат Олег нас посетил сегодня. И молчит, ничего не говорит, нечего сказать. Так давно мы тебя не видели. Хорошо. Давайте тогда сделаем, чтобы у нас получился разбор. Хочу предложить вам следующее. Вы эту притчу слышали? Ее прочитал только что Игорь. Вы ее слышали многократно. Скажите, пожалуйста, почему Иисус рассказал эту притчу? Как вам кажется? Вот что, ни с того, ни с сего стал, как мы иногда сидим и истории рассказываем, без всякой на то причины. Очень часто у нас история не имеет никакой связи. Ну, вот с чего вдруг Христос стал рассказывать притчу о блудном сыне? Так мы ее называем. Как вы думаете? Пожалуйста, помогите мне. История старая. Вопрос тоже старый. Почему вдруг Иисус Христос стал рассказывать эту притчу? Пожалуйста. 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 Вячеслав, ты хотел сказать? Да. Да. Но цель показать прощение. А почему ты не знаешь? Хорошо. Кто, пожалуйста. Юрий, почему Христос рассказал эту притчу? Потому что он, по-моему, там видел тех людей, которые, фарисеев, которым не нравилось, что Христос есть или общается с грешными людьми. И они начали его обсуждать. По-моему, это там есть то, что они не радовались тому, что Бог обращает внимание на грешных людей. Спасибо, Юра. Единственная деталь. Вы представляете себе Христос, Отче наш, говорит, молиться надо по-моему так. Отче наш. И прости нам грехи наши. Если вы не прощаете, по-моему, наверное, Господь тоже не простит вас. То есть, если бы Христос добавлял эти добавочки по-моему, мы бы никогда не были уверены, что он имеет в виду до конца. И это к тому, что первый брат говорит не знаю, а второй говорит тоже не уверен, по-моему. Что значит по-моему, братья и сестры? Надо уверенно говорить. Правильно человек говорит, но не уверен, что это правильно. Писание говорит, Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы дать требующий вас отчет о вашем уповании и дать отчет скротости и благоговения. Смотрите, эта глава начинается очень просто. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же книжники роптали, говоря, он принимает грешников, есть с ними, он сказал им следующую притчу. Идет три притча, поэтому здесь не по-моему, извини, не по-моему, оно так. Христос рассказал эту притчу потому, что грешники шли ко Христу, их что-то влекло слушать его. В это время правильные люди, церковные люди нашим выражением, которые вели себя правильно, возмущались и пришли к нему. Как он принимает их, вместо того, чтобы нас принимать и через нас говорить всему остальному. Почему он нам не оказывает уважения? Он проводит больше внимания, времени с этим грешником, чем с нами. Тем не менее, мы не оставляли, мы были в храме, мы были осторожны в законе, мы стараемся подробно выбывать, а они же невежды в законе. Почему он с ними ест и пьет? Поэтому рассказал им следующую притчу. Братья и сестры, эти ответы по элементарным вещам должны у нас быть, мы должны говорить уверенно. Он это рассказал, потому что религиозные люди, верующие люди не понимали характера Бога. Не понимали Бога. Они возмущались тем, чему они должны были радоваться. Скажите, пожалуйста. Поэтому всегда смотрите, смотрите, братья и сестры, я никогда не задаю вопросов, которых нет просто ответа в тексте. Ответ на все вопросы, которые я задаю, он находится в тексте. Я стараюсь проповеди таким строить, все, что я стараюсь проповеди сказать, я обязательно вижу это в тексте. Я могу это показать, где это. Наша задача увидеть Слово Божье. Поэтому уверенно говорите, почему Христос рассказал притчу, потому что верующие люди не понимали Бога. И вместо того, чтобы радоваться, возмущались. Скажите, пожалуй, второй вопрос. Как вам кажется, о чем эта притча? Что думает это сказать одним предложением? В этой притче Христос говорит о любви Бога человеку. Очень хорошо. Кто еще? Попробуйте по-другому сказать. То же самое можно разными словами сказать. Попытайтесь сказать разными словами. Другими словами то же самое. Хороший ответ. Бог готов простить всякого согрешающего и принятия. А откуда это следует что всякого согрешающего? Да. Он готов простить всякого. Один видимо ушел, а другой внутренний ушел. Он как будто возбога, но он ушел дальше первого. Господь готов простить всякого. Кто еще? Попробуйте рассказать эту притчу. О чем это притча? Одним предложением. А? притча 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 правильного уже было сказано. грешника. сердце. Бог Бог который постоянно ожидает, думает, выходит навстречу, встречает грешного человека. То есть греховное состояние на людей, оно беспокоит Бога на земле. И он выходит к ним навстречу. Это он делает для любого человека. И еще Христос сказал эту притчу с теми насущными нуждами, которые были в том обществе. Как и сегодня, так и тогда дети уходили из дома. И жизнь их была трудной. И возвращаться к Богу было очень трудно. Спасибо. Что-то попробуй еще? Пожалуйста. А с чего вы это взяли? Я слышал одну проповедь. Там по-другому. Я почему это спросил. Я слышал одну проповедь, где обращали внимание, что блудный сын написано пришел в себя. И на этом было построено, что люди иногда выходят из себя. Вы слышали такую фразу? Это что? Люди выходят из себя. Выходят из себя. И проблема в том, что время от времени наши нервы сдают, мы выходим из себя. Но очень важно, чтобы вы вернулись. И как раз говорит, блудный сын пришел в себя, вернулся. Это притча о том, еще раз повторить, притча о чем будет, если пойти этим путем? Можно вернуться, но можно лучше не вернуться. Ага. И о том, что можно не успеть потом. Ага. О том, притча можно сказать так, притча о том, что Бог дает шанс, каждому из нас вернуться. И мы должны успеть вернуться, пока нас ждут. Хорошо, я думаю, достаточно. Можно сказать, обобщая то, что мы говорили, притча это о характере отца, который любит всех нас и готов простить каждого из нас, выходит навстречу каждому из нас, как далеко мы ушли, видимо или тайно, плотью или сердцем. Он готов всех нас вернуть назад. И он рад тому, что мы возвращаемся, небо радуется. Хочу предложить следующий вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот старший сын, почему он опечалился? Как вам кажется? Почему он стал печальным? Услышал, что радуется, ну иди, пойди вместе с ними порадуйся. Как вам кажется, почему старший сын стал печальным? Почему он опечалился? А? Что значит от зависти? Вот я предлагаю, что значит от зависти опечалился? Что же знает от зависти? Тот пришел в лохмотьях, ничего нет этого этого все тот свою часть я промотала у него 33 четвертых наследство у него в руках зависть строится на том что ему такого пира не устроили как устроили было блудному сыну может то есть ему показалось что он опечатался потому что ему показалось что отец любит того больше чем его еще пожалуйста как вам кажется а из чего еще раз я что-то запутался получается я делал все правильно а этот пропустил прокутил ты ему строй праздник а ты никогда не дал мне огненка чтобы я порадовался с друзьями моими ты для меня не сделал подобное он огорчился из ревности из печали что его труд не оценен должным образом еще пожалуйста кто-то видит пожалуйста большая часть в том что он обвинил отца в несправедливости потому что он поступил справедливо по закону потому как было правильно исполнил двумя словами волю отца он остался дома и не занимался всякими глупостями а младший сын нарушил как бы взаимоотношения с отцом любого и ушел и он как бы обвиняет отца в том что он делает неправильный суд не на не хвалит старшего сына а наоборот как бы радуется вместе с младшим когда то-то его на самом деле обвинил нарушил запрет спасибо да пожалуйста еще фарисеи седом постоянно ходили за христом они знали его и не следили за каждым его шагом и они это приравнивается старший сын хим фарисеем что мы постоянно с тобой а ты уходишь грешным сделал сравнение как бы чтобы они поняли да верно в этой притче в образе старшего сына представлены фарисеи которые как будто бы никуда не уходили они все время в храме они молятся они соблюдают они создают специальную систему которая бы помогала им не пропустить ни малейшей запятой в законе они как будто бы те люди которые все время на поле те а те а те там пляшут радуются а этот идет с работы ему не дать не недовеселья это люди действительно вложили они жертвовали очень многим они реально действительно вкладывали очень много своей силы и естественно вкладываешь ожидаешь какого-то расположения если это божий человек естественно должен был обратить на них внимание в образе старшего сына здесь фарисеи которые а при всех уловках которые мне предлагали христу они были глубоко печальны что если это и мессия помните никодим как-то сказал мы знаем а он был один из фарисеев мы знаем что ты учитель пришедший от бога ибо таких чудес которые ты творишь никто не может творить если с ним не будет бог то есть они были убеждены что это действительно человек от бога но почему этот человек от бога не обращает внимание на их набожность а обращая а тратит больше времени найти грешников мытарей блудниц и прочие дети всех грешники собираются невежды в законы он с ними проводит больше время и на них он обращает больше чем на людей казалось бы воспитанных порядочных дисциплинированных как раз в этом то и печаль же они действительно были глубоко печальны и вот эти все уловки они происходили из это печали внутренней ну что они насчитывали что они заслуживают большего но я хочу обратить внимание что скрытия ну а это похоже на нас если мы оказались подобной ситуации это правильно описывает мы бы вместо блудного сына вместо старшего сына мы бы сразу на радостях принимая этого старшего сына радовались вот когда иногда бывает в семье несколько детей вот ради один наделал а его еще при а его прощают милый это понравился сыночек да вот так а другое почему с ним так когда несколько детей начинается вот эта ревность почему что иногда одному ребенку помогает больше а другому меньше и между ними какое-то состязание начинается единственно я хочу обратить внимание братья и сестры что здесь представлены два образом младший сын который потребовал младшему сыну должны были отдать по закону одну четвертую наследство после того как отец умрет а старшему сыну три четвертых больше часть ему уходил больше половины и когда младший сын сделал даме следующем не часть имения по а по сути он сказал даме то что я должен получить после твоей смерти отец вполне мог сказать мог ему не дать он мог сказать подожди своего времени и это было бы оправдано но идет отец ее до встречу и дает ему то что ему не надлежит давать зная что он его растратит знаете наверно кого дети были когда вы подросли вы знаете есть истины которые детям говоришь они не понимают и потом они что-то делают и мы знаешь умеем будет больно но через это больно они осваивают определенные истины здесь образ отца нам показан в этой притче это притча на самом деле действительно об отце не о сыновьях об отце а характере его который не поняли люди религиозные и мы рискуем тоже ходя в церковь все же бога не пони главное нам бога познавать а не просто выяснять кто прав кто виноват насколько я правильно другой насколько грешный и и как раз в этом в этом образе отца показан бог который идет настолько что он видит грешника он видишь что тот уходит далеко но он знает что истину определенную о нем он поймет только тогда когда в беду попадет поэтому некоторым людям иногда нашим детям и пережимаешь они куда-то идут бог позволяет позволяет продолжайте молиться через определенную беду дети все осваивать определенные истины они возвращаются сегодня же я хотел обратить внимание вот этих два сына один ушел явно дальнюю страну а другой никуда не уходил но в конце причем и узнаем что тот который не уходил он ушел намного дальше чем младший младший уже вернулся а тот как будто мы не уходил но был настолько далеко от отца что ему было намного сложнее вернуться не уходя там есть две истины мне набрали в этой притче есть очень много грани которых мы могли бы поговорить я сейчас выскажу свою то что мне господь положил на сердце как я верю поделюсь с вами если у вас будет какие-то вопросы уточнение мы еще можем поговорить если на что я хочу обратить внимание два сына один ушел дальнюю страну там написано он расточил все живя распутно и написано когда он расточил все начался голод пока у нас есть запас нам кажется все вокруг хорошо но как только этот внутренний запасом бога растрачивается мы видим что люди вокруг голодные это произошло с блудным сыном расточил он все оказался дальней стране написано пришел к этому хозяину стал пасти свиней тот послал его спасти свиней и если он мечтал что без отца он построит прекрасное будущее он оказался делать иудеи то что иудеи не должны были даже держать свиней а пастухом это была мерзость спасти свиней и мы знаем что дальше происходит дальше происходит что он начинает мечтать он начинает мечтать будучи рабом при свинях вы помните какие у него мечты были он хотел если он раньше хотел взять иметь свободу иметь деньги и пойти и без отца построить свое будущее то теперь его мечты опустились помните о чем он мечтал кто помнит о чем блудный сын мечтал о рожках каких рожках здесь важно которые ели свиньи то есть получается что человек уходит от бога и он опускается если он раньше его достоинство исчислял с тем кто его отец теперь он сам его достоинство опускается на уровень язычника а потом на уровне свиньи и потом ниже свиньи он мечтает о том что свинье давали вдоволь это уровень казалось бы полного уничтожения достоинства личности ниже этого невозможно опуститься и вот в этом именно в этом разрушен достоинство происходит с ним что-то невероятное ему приходит мысль он вспоминает отца в доме отца моего слуги испытать избыточную хлеба а я а я здесь умирает голода и он принимает решение встану пойду к отцу моему и скажу обратите внимание что происходит младший сын находился в ситуации который не позавидуешь ну никто нас так не живет ну ни у кого нет такой мечты чтобы мы мечтали о том что давали свиньям и нам этого не попадать ну никто так не опускался правда ну я не знаю у кого-то есть такие обстоятельства и опустились так низко ну я я видел людей которые на фудстэмпы живут на помощь государственная хорошо живут хорошо живут те которые получают при всем если сравнивать с людьми которые у других странах это вообще самые богатые люди даже те которые живут на фудстэмпах и на помощь государственной я же я же посещал своих теща тести я же видел как они живут я видел что они кушают вам что-то нужно у нас есть все что мы хотим мы старались что-то купить но у них было все они еще нас угощали я просто к тому говорю что а уровень на который упустился блудный сын это невообразимо низкий и чему тут радоваться но тем не менее через короткое время сын блудный оказался на пире и он радовался радости неописуемый он восстановлен достоинстве помните ему дали одежду комментатори говорят это символ уважения ему дали кольцо это символ власти ему дали обувь это символ восстановления в сыновстве есть старая где-то в одном к мета комментатор но прочитал есть старая песня негритянская что они пели что когда они будут на небе все будут ходить обуты дело в том что мы не понимаем этого но обувь свое время это было дорогое дело только дети сыновья носили обувь а всем остальным в свое время а там по-другому приходить поэтому он восстановлен правах он радуется а сын который как будто не уходил он печалился я хочу простую мы сегодня нам оставить смотрите брать каждой конкретной ситуации как бы низко мы не опускались как бы плохи наши дела не были у нас всегда есть выбор на этот на это на кита то то за что мы можем уцепиться и радоваться и выйти из этих обстоятельств как бы низко мы не пускай всегда по милости божией есть это что-то за что мы можем уцепиться и хотя бы ничего у нас есть но есть мысль и подумал он находясь там у свиней в доме отца моего слуги избыточствует хлебом а я умираю с голодом и он говорит сам себе приходит сам себя встану пойду к отцу моему и скажу как только он это сказал он увидел встречу он вспомнил отца он вспомнил его характер он вспомнил отношения и он же видит как его встречает у него появилась радость голодный униженный но он в этих невероятных обстоятельствах находит причину радоваться это простая мысль об отце а его характере а его милосердии восстанавливая его к жизни самого низкого уровня то же самое время старший сын имея все необходимое имея все имея отца доброго имея богатство которое у него имея доброе отношение и когда сказал ему отец он отцу пожаловался говорит ты не дал мне явненка отец говорит сын мой все мое твое уже пора вырасти но ты уже вырос ты что маленький ну что я тебе буду до сих пор печеньки выдавать за что за всякое хорошее тебе нужен был козленок на было взять его тебе нужно было 10 надо было взять оно твое исходя из того что оно уже твое не жди от меня одолжений пользуйся тем что твое ну что интересно а потом а потом отец говорит но о всем надлежало тебе радоваться твой этот брат твой пропадал и нашелся был мел и нажим об этом надо было радоваться но и что происходит у старшего сына есть все и среди этого всего он избирает одну мысль наверное меня не любят как младшего я столько лет служу и на меня не обратили внимание конечно я мог быть теленка он понимал что теленка он мог взять но отец то все таки по своей доброй воли не захотел мне устроить праздник значит что то не то то есть вот эту мысль он взял он я раскручил и ему стало жалко себя вы пробовали когда-нибудь себя жалеть на вас обидели что-то сказали начинаешь крути я один раз пробовал как далеко этому пойти вспоминаешь вспоминаешь и так и слезы начинает идти да стоит дать дать волю мысли и слезы начинают идти я хочу обратить внимание братья и сестры мысль очень простая мы можем ходить церковь мы можем звать людей ко христу мы можем звать людей к радости и в то же время сами быть глубоко печальными у нас всегда будут причины быть печальными всегда в любых обстоятельствах здесь притча показывает самые прекрасные обстоятельства здоровый молодой богатый хороший отец все есть и среди этого всего он выбирает одну мысль который делает его печально то время как другой сын в обстоятельства которых вообще не чему радоваться он выбирает одну мысль которую вводит его в дом пира братья и сестры можно ходить церковь и все время быть чем-то недовольным она они где этому конца нет обратить внимание это природа человеческая если старший сын это дело мы так можем запросто делать получится у нас всегда будет оправданное огорчение чтобы мы не делали в любой церкви всегда будет причина для огорчения и причем здесь рисует притча еще и не просто человека который не аккуратно не тем тоном сказал не то слово сказал не так быстро сказал не так медленно сказала что ты имел ввиду а почему ты это сказал можно целую череду речь идет о блоге в образе небесного отца отца небесный отец он ведет себя совершенно свято по отношению к сыновьям и он в боге нашел предлог для обиды то есть это качество характера который развивается люди при самых что не есть о прекрасных обстоятельствах находят причину быть печальными и вот видите они идут из молодой средней старости из церкви в церкви из города в город вы всегда узнаете печальные истории чем-то они недовольны они все время печальны это выбор братья и сестры сам бог не угодит таким людям если они будут иметь дело богом с богом если бог себя упростить до уровня простого человека при этом будет говорить совершенной мудростью и справедливостью найдет этот человек в боге причину для печали все что я хочу сказать братья и сестры наша радость или наша печаль это вопрос нашего сознательного выбора наша радость и наша печаль вопрос нашего сознательного выбора в каждой ситуации есть достаточно причин чтобы радоваться и есть достаточно причин чтобы печалиться и если мы печальны это результат нашего выбора если мы рады это результат нашего выбора бог оказывает милость тем и другим выбор есть для тех которые находятся на уровне где находится свиньи и их достоинства до растоптано настолько низко что если наша наша историческая а вот моя история хуже 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 чем блудного сына мечтаю чтобы давали то что свиньям давали вам не дают наша история всегда чуть лучше но если у блудного сына в этих невероятных обстоятельствах стесненных униженных обстоятельств он нашел эту мысль и он вошел через пар через короткое время в дом пира то и у нас неважно какая у вас печаль и у меня есть этот выход в то же самое время братья и сестры когда мы печальны это вопрос нашего выбора милость оказывается богом теми другим которые видимо далеко ушли и ты кто находится в церкви они правильно сидят они правильно смотрят они правильно ходят они правильно говорят все правильно но лицо печально знаете почему блога не понимает мне радость благодати божьей любви его характеру ведь мог же блудный сын сказать отец ты знаешь вот ушел мне так было горько когда ушел мой мой брат расточил все но ты так великодушно поступил с ним я не мог поверить что ты у меня настолько добрый что ты снизошел к нему восстановил его правах я настолько чувствую себя в безопасности я настолько горжусь тобой я настолько восторге что у меня такой отец которым я могу рассказать кому угодно он мог так думать но не стал так думать наша печаль и наша радость здесь начинается и пришел он себя и сказал сам себе вот этот внутренний разговор который мы имеем с самим собой он ведет нас к радости или печаль поэтому братья и сестры вот эту притчу хочу оставить эту простую мысль если вы печальный если радостно имейте ввиду что есть основания для нас всегда быть радоваться и есть достаточно основания быть печальными это выбор поэтому если вам сейчас очень печально обратите внимание на эту притчу это ваш выбор вы сделали где-то выбор остановитесь отец выходит ему говорит об этом надо было радоваться ты должен быть направить свои мысли в другом направлении остановись писание говорит нам всегда радуйтесь непрестанно молитесь за все благодарить понимаете это короткая такая дорога я на днях вспоминал своих близких встречался знакомыми так это жизнь проделала быстро правда же еще недавно встречался не стал нас женился недавно дети рождались недавно они были маленькие недавно еще выяснял какие-то вопросы с ними они уже выросли еще недавно я думал что 60 лет это это глубокая старость и когда я слышал сестер говорю девочки давайте вот девочки 50 60 лет тоже девочек нашли старухи собрались друг друга девочками так и думал в себе но когда я в этом возрасте я думаю ну где-то внутри то я остался молодой где-то лет 30 у мамы своей спрашивали недавно спрашивал как ты себя чувствовал так лет 30 35 время ушло бог дал нам это прекрасно никаком красивым месте мы живем как красивая природа какие удобства какой уют мы здесь не приложили к тому что есть в этой стране живем прекрасно еще несколько лет и бог который создал этот мир написано в будущей вселенной нам приготовил мы будем вместе с ним царствовать мы саним за столом тот который из праха нас создал него ума хватило нас создать такими прекрасными ведь человек сам не что не есть опущены это прекраснейшее творение божье этот бог приготовил нам вечность он дал нам возможность только пройти через эту жизнь а в этой жизни есть и радость и печаль и радость и печаль иногда трудно иногда легко иногда выбор нам дается легко а иногда нужно преодолеть иногда нас обижает иногда мы его обижаем на расстояние складывается так что нам радостно иногда что нам печально но бог дал нам эту жизнь чтобы мы определились своим выбором не в жизни дело не удачи не то что бог нас оставил и забыл или люди вокруг нас не такие братья и сестры это вопрос сознательного выбора бог нас любит он готов нас принять у него есть вопросы у него есть слова утешения у него есть что сказать блудному сыну и который не уходил у него есть это но он ждет когда мы догадаемся о том надлежало тебе радоваться то есть это то что ты должен был догадаться не все бог говорит прямо не надлежало и тебе есть многие вещи которые мы просто должны догадаться итак братья и сестры простую мыс хочу оставить если печальный вернуйтесь к тому моменту когда вы начали думать не о том чем должно всегда радуйтесь есть достаточно причин чтобы радоваться такова воля во христе иисусе всегда благодарите всегда молитесь всегда разговаривайте с господом познавайте его характер и тогда жизнь станет проще и понятнее причины будут печали но выбор надо надо делать правильный пожалуйста я то что я хотел сегодня предложить вам я сказал хочу вашу реакцию ваше дополнение сколько у нас разбор и мы будем заканчивать где мы находимся вот мы рассуждали об этом у вас какая-то реакция есть на это ничего там есть такая часть сын проанализировал что ему говорил отец дома куда он деньги потратил где он оказался он все это пара проанализировал подумал об отце говорит все правильно отец говорил но там была одна часть стану пойду к отцу моему там было внутреннее решение к действию он не просто задавал прав был отец но сказать он прав но теперь это решение воли должен быть команда поступить от нашей воли встану я принимаю решение делать будут вот это и это вот это я имею не просто правильно еще какая-то какая-нибудь реакция на все это есть пожалуйста ваши ваши участие в этом пожалуйста пришла мысль взять часть имения это же явно что ну человек скажем так может быть грубо сказано не совсем порядочно может быть какие-то ну явно что какие-то проблемы у него были может быть воспитание или поведением но что-то не так потому что чтобы такое пришло в голову это ну уже какие-то отклонения скажем были да и старший брат явно что рос с ним и была какая-то может быть уже до того неприязнь или не любовь и тут он делать такую вещь тратить деньги возвращается я не знаю как бы я поступил на месте старшего брата вот я так думаю вот если бы я был бы похожим образом это универсальная характеристика человеческой природы скорее всего но с другой стороны я понял что вот отец сказал надлежало тебе радовать вот для меня как бы мысли в том что как бы там ни было но надо поступить так как хотел быть а это тяжело но это приятно когда доходит до той части когда здесь видена радость начинает нужно преодолеть себя олег владимирович ты с нами не хотел поделиться как ты давно мы тебя не видели окей вот видишь вот и нашел причину для радости бог научил находить я что хотел сказать как немножко может быть оттенок такой чуть другой вопрос в том что христос сказал эту притчу фарисеям чтобы они поняли если так вот в общем как бы для нас все принято для себя для церкви современной темы дети божии церковь она может быть не всегда вот этот момент подходит вот отношение сыновей и отца а вот именно в точку сказал христос по отношению к фарисеям и это он хотел чтобы поняли фарисеи что бог творец вселенной он возлюбил не только тех кто рядом с ним находится исполняет закон в принципе вы тоже самое говорили но именно он возлюбил и тех которые вообще его отвергли ушли или вообще не он не слышали негодных людей поэтому если взять историю вот ситуацию церковную она почему не всегда подходит я что имею ввиду тут пресвитер может конечно кто-то бесчинствует церкви творит что ему вздумается и может быть другом пресвитеру пресвитер его принимает облагодетельствует и тогда эта притча как бы подходит но на самом деле в данной ситуации это здесь здесь ситуация другая вот в современной церкви или в сравнении с этой притчей пресвитеру дал дана власть или отцу дана власть бесчинных ставить на место того же сына младшего может надо было как-то остановить по-другому но это же фарисейской позиции когда когда на место отца ставят отец вот и неправильно поступил надо было не принимать его и не праздник устраивать не совсем я но я тоже так понимаю по ходу но но все равно больше христос хотел сказать фарисеям чтобы они поняли что отец небесный возлюбил его тех и они не хуже тех которые остались в доме и стояли рядом спасибо спасибо вы не брать пожалуйста максим я думаю чтобы если к нам или даже если бы я бы своему к отцу пришел и сказала пап вот это твое оно сейчас должно быть моим наверное чтобы я получил это наверно бы ремней пару штук а мне удивляет бог который видит что это плохое он отпускает дает человеку самому осмыслить все все перекрутить он он в жизнь пойдет он поймет что неправильно и потом вот его решение оно уже будет или скажем его поняне понимание его сознание оно будет уже строить на его личном опыте вот это та школа которая жизненная школа которая очень дорого берет за свои уроки и удивляюсь вроде бы знаю что если сын становится на велосипед и будет кататься он упадет в то же время должен отпустить его чтобы он попробовал ну а поэтому то и мы бога понимаем части да пожалуйста что то вы разговорились я не против просто отмечаю факт я чё думаю из этой притчи иногда но я тоже бывает таким если проскакивает может быть у кого-то еще тоже проскакивает иногда мы поступаем как старший брат вот находясь в церкви каком смысле на там могут приходить разные люди сюда по-разному одеты как-то не так как нам нравится не так как мы хотели и мы думаем чуть как этот человек сюда пришел как он смел вообще как он одет что он делает и мы не радуемся тому что человек пришел и идет бога мы смотрим на того что вообще как он смел прийти сюда и вот это вот оппозиция старшего брата если человек приходит богу он кается мы должны радоваться этому но иногда мы смотрим и думаем этому человеку нет места среди нас потому что он как-то выглядит не так как нам хочется это вот позиция я так думаю старшего брата и нам надо как-то по-другому спасибо смотри я уже пошел процесс ну я так понимаю еще что здесь все три причины они указывают парисеям преждевременно как мы говорим и фарисеи они гордились а что они возле бога они с богом а те которые где-то там вдали они их не принимали но бог принимал и христос указывал в этих притчах что он ищет таких чтоб принять их а вы как праведники смотрите чтобы они уступились а и не ушли как старший сын он не хотел слушать даже указал на отцу отцу так что вы смотрите за собой преждевременно примиритесь и поступайте так как бог поступает радуйтесь и веселитесь и принимайте помогите поднять его и прочее хорошо спасибо давайте мы будем закругляться будем же заканчивать братья и сестры хочу обратить внимание что удивительно что когда говорил христос притчего даже какая-то при как бы между прочим сказал но эта причина настолько многокранна она столько глубока здесь очень много настолько много истин которые о природе человеческой о боге я даже не как-то в одном месте говорил на основании притча о кальвинизме арминянстве никогда не думал что я акации это там есть бог суверенный но он же и отец суверенитет создает это богатство и власть но его любовь отца позволяет каждому выбирать свое здесь покажется что когда человек кальвинизме утверждается что человек настолько распущенный он полностью мертв он не может сделать выбор на это причем пока что этот человек был далеко от бога находился свиньями опустился в уровне ниже свиньи однако в этом состоянии он делает выбор то есть бог своем суверенитете своей любви сохраняет за каждым человеком эту возможность выбрать маленький выбор маленькая маленькая мысль который ведет человек совершенно совершенно в новое состояние эта причина имеет очень много разных граней в том числе мы должны понимать насчет фарисеев а нас и садукеев здесь можно есть многие личности которые были в новом завете это были конкретные люди конкретным людям он говорил фарисеям садукеем книжником мытарем блудницам в разные группы людей эти люди буквально не присутствует у нас однако за этими историческими личными стоят универсальные принципы которые применимы в любом месте любой церкви например насчет комментарий насчет того что напрямую конечно среди нас фарисеев нет как таковых однако те люди которые окружали христа верующие люди эта картина тех людей которые будут всю историю окружать людей и в каждой конкретной церкви присутствуют люди которые по и своему характеру похоже на фарисеев на садукеев на книжников на мытаре и многие вот эти категории людей при универсально они присутствуют и каждый из нас по своему характеру ближе к тому и другому вы можете увидеть есть и люди которые обращают внимание только на внешне они только говорят и все время подчеркиваю свою свою праведность и святость есть такие люди если люди которые все равно ни о чем не переживает то есть церкви есть разные эти характери есть универсальные принципы которые применимы ко всем иногда непонятно что происходит иногда окажется честь незаслуженная человек сыну который пришел дальней стороны и зачем ему это устраивать оттуда и поэтому реакция почему надо устраивать учить рассказал воде сказал придет человек такой-то такой-то мы еще он пришел мало того если мы еще ему честь оказали то еще хуже будет мы по своей природе похожи какой-то степени на младшего и на старшего мы можем от а есть некоторые люди которые открыто уходят есть и люди которые никуда не уходят но внутренне бога не понимают почему не христом возмущались потому что они бога не понимали они не понимали его характера и так братья и сестры эта притча а много говорит что мы слышали господь закрепит нашей памяти давайте оставим и эту мысль вопрос нашей радости и нашей печали это вопрос сознательного выбора если вам печально не объясняйте обстоятельства наша вера простирается намного дальше наших обстоятельств мы что-то забыли допустили не ту мысль дали возможность этой мысли овладеть нами и в этом лесу где много деревьев которые можно кушать мы иногда сосредоточь на одном дереве от которого нельзя есть и нам кажется что ничего нельзя и нам становится печально да поможет нам господь после этого собрания проверить свои обстоятельства и принять решение как блудный сын встану пойду что были какие-то действия в тех обстоятельствах которых мы находимся давайте встанем помолимся